Вот ведь какая штука получается. Я ненавижу Лесполы. Ненавижу я Лесполы по, как мне кажется, и не только мне, по весьма объективной причине. Это не звук. Звук Леспола шикарен. Он мясистый, он жирный, он такой плотный. Да, он бубнит иногда, но это решается любым эквалайзером. И тем более кучу песен моих любимых, моих любимых альбомов было записано именно на Лесполах. Далеко не ходить, тот же альбом 87-го года Уайтснейка, Джон Сайкс и тогда, и сейчас играл на Лесполах. Это не внешний вид. Да, внешний вид Леспола это... Сомнительно, но окей. Я все-таки люблю больше стратокастеры и суперстраты. Но он не омерзителен, как, например, СГ. СГ это просто урод. Или некоторые модели Бисерича, там, типа Варлока, Варбиста и прочих вот таких вот экстремальных типа форм. Я ненавижу Лесполы за его поганую эргономику. Эту поганую эргономику Леспола мы как раз вот рассмотрим на примере вот этой гитары. Это Аштон АЕ601. Насколько мне не изменяет память. Типичный Леспол. Та, это китайский Аштон. Это те олдскульные, ну, как можно их назвать, олдскульные китайцы. Сейчас китайцы достаточно научились делать годные инструменты. Каждый будет более-менее играбелен. А тогда, лет 15 назад, чтобы найти играбельный китайский инструмент, это была прямо лотерея. Кто знает, пишите в комментариях. И чтобы быть не голословым, типа, взял китайский Леспол, сейчас будет его обсирать. Нет, друзья, я играл на разных Лесполах. Это были американские гибсоны Лесполы, это были японские гроссруцы, это были корейские ЛТД и был мастеровой такой Леспол. Еще тяжелый, прям ужас. А, и у меня еще был Леспол и Бонесс, я его купил, чтобы как раз понять, нравится мне Леспол или все-таки не нравится. Я ошибся, я могу один раз ошибиться. Ну, я, в общем, продал его через две недели. Понятно, да? В общем, рассмотрим эргономику этого инструмента и поиграем заодно на нем. Играет музыка. Играет музыка. Что я имею в виду под ублюдочной эргономикой Леспола? Это то, что жопа у него перевешивает. Я не знаю, сейчас смогу ли я это хоть как-то изобразить. Вот я сижу в обычной посадке. И... Вот он. Клюет жопой. Тихо. Потом, далее. Это вот это. У всех нормальный гитар, переключалка, звукосниматель находится вот здесь снизу. Потому что рука, вот ты играешь, и ты мизинцем подделал, чик, переключил датчик. А здесь... Лезть туда надо. Далее. Это вот это. Управление. Своя крутилка громкости и тона на... Каждый из датчиков на NEC и BRIDGE. Постоянно путаешься. Особенно, если у тебя нет Леспола, ты взял его поиграть. Далее, это BRIDGE TUNEMATIC. Спорная штука. Стоит на всех Лесполах, почти на всех. Иногда попадается с лойдроузами. И... Вот это. Расстояние вот отсюда до суда. Укулеле. Мензура 24,75. Но я пока еще не решил, это плюс или минус, или как данность. Типа, вот есть фендеровская мензура, стратовская 25,5. Есть Леспольная. Гипсоновая, как еще называют. Потому что на всех гипсонах. Это 24,75. Малая мензурка. Не знаю, не решил еще для себя, что лучше, что хуже. Но у меня все стоперстраты на 25,5. Малая мензурка. Малая мензурка. Малая мензурка. Малая мензурка. что по спецификациям у нас здесь как пишут интернеты корпус сделан из красного дерева не знаю какого именно красного дерева красная ну вообще но по цвету красная потому что я открутил тембра блок и там такие опилки были красного цвета гриф написано что из клёна но вот здесь сколы присутствуют и они тоже красного цвета на башке накладка из палисандра ну да похоже на палисандр лады мелковатый мелковатый низкий порожек пластик сделаны под кусть башка уродливая объективно уродливая колки и на 3 ноунейм как говорит владелец их меняли не знаю на какие именно их меня здесь также присутствуют типа топ кленовый волнистый клён не знаю реально это топ из клёна или это шпон просто наклеены есть окантовка может как раз вот есть топ и на гриф тоже окантовка по электронике здесь два хамбакера ноунайм как и свойственно китайским гитарам тех лет выхлоп у них средний среднечковый не скажу что хайгейн датчики мидлгейн я их приподнял чтобы пожирнее было и настроил гитару в дроп до диез как у закона гитара тяжеловато хотя мой бонус из ясенен наверно потяжелее будет что сказать по самому инструменту косяки полис пола я рассказал они на мой взгляд объективные не субъективные потому что ни один я так считаю по самой гитаре конкретно это некий такой набор для апгрейда потому что она сама по себе достаточно неплохо звучит я когда ее взял поиграть думала сниму видео обосру с ног до головы на не то-то было обосрал я только объективные вещи довольно неплохо звучит для своей ценовой категории а я не знаю сколько она стоила в те времена но могу предположить что тысяч шесть с половиной семь восемь новая у нас в магазине лальчики на стоило понятно что лет наверное 13 назад где-то так может больше на такие цены у нас зомби и flight и за 3500 новые продавались 3599 как сейчас вот сюда поставить датчики пожирнее поменять колки порожек можно поменять отстроить ее анкер мензуру по желанию ну я бы так сделал я бы убрал эти две ручки громкости на хрен и вот клубы две отсечки на хамбакеры или параллельный режим какой-нибудь чтобы вариация звучания было гитара китайская звезд с неба не хватает а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok